Свой самый главный выбор он сделал еще 82 года назад. Будучи совсем юным мальчишкой, Юрий Двойкин ушел на фронт вместе со своими товарищами. Как и весь советский народ, тогда он выбрал светлое будущее. Юрий Двойкин – ветеран Великой Отечественной войны. С 1941 по 1945 служил снайпером. Награжден Орденом Отечественной войны второй степени. Сегодня Юрий Парфеневич принимает участие в праздничных парадах, посвященных Дню Великой Победы. В этом году был гостем на Красной площади, куда его лично пригласил президент России Владимир Путин. Выборы для меня, конечно, это важное событие. Выбираем власть, которая поведет нас на очередные годы до следующих выборов. Тут важно не ошибиться. Выбрать кандидата, которому можно довериться, на которого можно надеяться. Юрий Двойкин уверен, жизнь города, региона и всей страны напрямую зависит от того, кто будет стоять во главе. Потому, говорит ветеран, выборы нельзя игнорировать. Сейчас мне трудновато уже ходить. Тем более, решил проголосовать на избирательном участке. Хотя мне предложение было проголосовать и дома. В свои почетные 98 лет Юрий Парфеневич продолжает проявлять свою активную гражданскую позицию. Тем самым служит достойным примером для молодежи. В этом году ее на избирательных участках отмечают депутаты на Монастырское больше, чем когда-либо. Голосование – это, конечно, вклад в наше будущее. Все мы думаем о том, как мы будем жить, как будут жить наши поколения, наши дети. Все мы смотрим на тот курс, который создает каждый из кандидатов. Поэтому сделать выбор – это очень важно для планирования жизни своей семьи, своих друзей, соседей, горожан. На Уике и на Монастырское с самого раннего утра следит за соблюдением всех правил проведения процедуры голосования. Пока нарушений и нареканий к работе операторов и наблюдателей нет. Все достаточно спокойно. Люди с хорошим настроением приходят, делают свои выборы, изучают биографии и работы кандидатов на плакатах, которые размещены на каждом пункте. Выборы кандидата на пост губернатора Московской области продлятся до 20 часов. Андрей Липанов, Дмитрий Бочаров, Алексей Юртаев. Новости Химки-ТВ.